Друзья, всем привет! С вами Антон Литаев. Сейчас начало июня 23-го года и уже больше одного года я не выпускал контент на своем канале. А YouTube для меня это в первую очередь творчество. Творчество требует вдохновения и полной отдачи этому процессу. А с началом войны мои приоритеты очень сильно изменились. Но сегодня я хочу поделиться с вами хорошими новостями. Во-первых, полгода назад у меня родилась дочь и это вернуло мне вдохновение и вдохнуло жизни во все, что я делаю. Сегодня я хочу сделать три анонса. Первое. Я возобновляю свой канал. В ближайшее время я буду выкладывать около 10 роликов, которые были сняты еще до войны. Сейчас мы немножко интегрируем под новую реальность. Второе. Я решил запустить новый проект, который связан с городами для жизни. Для этого я прожил больше, чем 6 месяцев в Латинской Америке. Это Бразилия, Уругвай, Чили, Аргентина, Колумбия. Сейчас я нахожусь в Сингапуре и впереди у меня Индонезия, Таиланд, Малайзия и много других стран. Все эти поездки я делаю в рамках своего нового проекта, который будет посвящен местам для жизни, только теперь уже по всему миру и с более глубоким подходом. Третье. Это обращение к Z-Patriotам, тем, кто поддерживает войну или тем, кто считает, что не все так однозначно и мы чего-то не знаем. Поэтому, пожалуйста, вполне однозначно отпишитесь от моего канала. Кнопка подписки находится ровно там же, где кнопка подписки. Заберите свои лайки. Пропадите, пожалуйста, с моего канала. Этот контент не для вас. Ну что ж, друзья, я очень рад вернуться на YouTube-канал. Вас ждет очень интересный контент уже в самом ближайшем будущем. Свой первый ролик я выложу через несколько дней. Пока. До встречи в Португалии. Врач в Испании готовится стать врачом в 12 лет. А что у нас еще есть? Дети кушают, спят, в голове. А комфорт. И комфорт. Как дела, парни? Добро пожаловать в рай. Обычная история в центре Барселоны – это вот разбитые стекла в ювелирных магазинах. У нас не приезжают пациенты на такую простую штуку. У себя для Испании слишком здоров, да? Да. За миллион реально что-то можно купить здесь? Ну, скромненько, можно, можно. Мы говорим об миллионах. Если у вас второй дом, в него вполне могут поселиться какие-то люди. Для того, чтобы выгнать их через полицию, через суды, это может занять несколько лет. Я заказал кабу и жду устрицы, и это вполне нормальная история в Испании. Антигуа, вы часто слышите, как люди говорят, что у нас 365 пляжей. И я думаю, что иногда люди не обращают на это внимания, потому что это похоже на рекламный лозунг. Колокольчик, лайк, комментарий. А мы продолжаем дальше.